Тема пролетарская революция, работа Ленина, пролетарская революция, ренегат Каутский. А в чем вот ренегат этого Каутского состояра, может видели, слышали все-таки так, по наслышке? В мои-то годы, в общем-то, эту работу изучали. В чем состоял это? Почему он ренегат? Почему он не с самого начала, так сказать, нехороший человек? Вот Каутский, немецкая социал-демократия. Может быть, то, что он не признавал неопытожимую администрацию пролетариата? Он ее, в общем-то, не то, чтобы он совсем как словосочетание не признавал. Он был правоверный парням-арксисту, Маркс это словосочетание есть, и он так напрямую против него не выступал. А вообще, вот немецкая социал-демократия, вот она вот, какие вот ступени ее развития? Вот она начиналась с тоненького ручейка, да, Маркс, вот первый его союз рабочих. Потом возникла в Германии мощная все-таки социал-демократическая партия. Социал-демократическая, ну, тогда коммунистических партий не было, и поэтому марксистской партии, вот, соединяющей научный социализм, марксизм с рабочим движением, была именно социал-демократическая. И она, надо сказать, в Германии очень многого добилась. И, в частности, она занимала прочные позиции в Гейкстаге. Она там не имела большинства, но она была мощной парламентской партией. Но, как бывает всегда с парламентскими партиями, вышло так, что все руководство партии переместилось в этот Гейкстаг. Оно там сидело, и ребятам было хорошо. Ну, и как-то так они начали дрейфовать. Хотя тот же Каутский еще в начале 20 века, он замечательные вещи писал, против которых совершенно невозможно возразить. И Ленин эти вещи цитирует в своих работах, так сказать, позитивно. И, в общем-то, конечно, Каутский имел заслуженный авторитет. Так же, как и немецкая социал-демократия в ЦРМ, которую вот уже в начале 20 века, эту немецкую социал-демократию один публицист сравнил с КПСС 70-х-80-х годов, когда КПСС уже подразражилась, но, тем не менее, оказывала поддержку по нереволюционным движениям в мире. Так же и тут эта социал-демократия разражилась, но она поддержку оказывала определенную русским большевикам и другим революционным движениям. Это, в общем-то, ее характеризует позитивно. Но в ЦРМ она, конечно, в парламенте, когда люди, ну, это надо понимать, какая там жизнь в этом парламенте. И, конечно, со стороны Ленина было крайне жестоко от них требовать, чтобы они прогрессовали против военных кредитов, против вступления Германии в войну и пошли бы вместо этих своих парламентских крейсер, уютных квартир, пошли бы на каторгу. Это, конечно, жестоко было с Ленинской стороны крайне. И, конечно, ожидать такого от парламентских товарищей ни в коем случае нельзя. Надо жить своим умом. Вот. Но, тем не менее, значит, вот они... Тот же Каоцкий во время империалистической войны, в общем-то, он позитивно относился и к Ленину, и ко всем говорят, товарищи, ну, что вы тут на нас так кричите? Вот сейчас война, понятная идея. А кончится война, наступит мыр, мы опять будем в одном интернационале, опять будем, это самое, там, встречаться и бороться и так далее, и все будем вместе. Но он-то, так сказать, ему-то хорошо было так говорить, в то время как миллионы, значит, рабочих одетых в солдатские шинели, там, терпели на полях войны всякие, мягко говоря, неудобства, и сколько их там осталось. Вот. И, конечно, это позиция, но, тем не менее, вот здесь понятно, что другого особенно ждать не надо. И вот в России произошла революция. Причем в таких формах, ну, как-то ее... Во-первых, она произошла неожиданно, революции в России никто особенно не ждал. Ну, а во-вторых, вот стали во все, весь свой рост вопросы теоретические, которые потребовалось перевести в практическую плоскость. Вот диктатура пролетариата. Но при этом говорить о диктатуре пролетариата. Знаете, все-таки, вот что я имею в виду Маркса о диктатуре пролетариата? Вот что это вообще такое? Как вот вы понимаете? Это словосочетание, вообще говоря, крайне противоречивое даже в себе самом. Диктатура – это врасть, а пролетарии – это люди, лишенные собственности. И такого, конечно же, не может быть. Лишенной собственности враствовать не может. Поэтому это, в общем-то, поэтому правильно вообще, говоря, звучит – диктатура рабочего класса. Вот это уже другое дело. А кого считать рабочим? Тот, кто занят непосредственно производительным трудом. Тот, кто занят непосредственно производительным трудом. Между конструктором и, иначе говоря, тот, кто занят физическим трудом. Ну вот физическим трудом, а конструктор там скажет, я там стою у Кульмана целый день, или сейчас сижу за компьютером, это еще вреднее, чем у Кульмана стоять. И, в общем-то, без физических каких-то усилий, как говорится, и ручкой ничего не напишешь. И на кровиатуре не набьешь. Поэтому здесь не умственный и физический, а вот непосредственно производительный труд. То есть между рабочим и каким-то изделием, и товаром, скажем так. А товар это может быть как какая-то вещь, может быть вырытая траншея, это тоже товар своего рода. Это перевезенные грузы, результат транспортировки грузов, это тоже как товар можно рассматривать в парне. Это вот между рабочим и произведенным товаром никого, ничего нет. Ничего нет. И никого нет. А если, так сказать, есть между... Что-то может быть, там, станок с ТПУ, еще что-то там, это пожарость-то. А вот никого больше нет. Вот это очень существенное отличие, потому что сейчас пытаются в рабочие записать и программистов, там, и кого только не пытаются записать в рабочие. И интеллигенцию там, и все, кто трудится, все, кто зарабатывает своим трудом, и так далее, и тому подобное, можно слышать. А вот Ленин, когда речь зашла о диктатуре пролетариата не на словах, а на деле, вот он писал, кто будет осуществлять эту диктатуру пролетариата. Ну, без партии, понятная дело, не поручится. А вот условия для приема в партию рабочих без испытательного срока, это таким условием может быть не менее 10 лет работы на крупном предприятии. Вот кто 10 лет работал на крупном предприятии, тот рабочий. Ну, это, конечно, усиленное такое требование. Ну, вот если речь зашла о диктатуре пролетариата, кто будет осуществлять эту диктатуру? И, конечно же, диктатура пролетариата – это понятие очень противоречивое, даже диктатура рабочего класса. Рабочий, работающий у станка в рамках разделения труда, эту диктатуру осуществлять непосредственно не может. Нужны какие-то управленцы. То есть люди, которые чисто руководители, они не работают и говорят, какая же диктатура рабочего класса, что Ленин был рабочим, что Сталин был рабочим. Да, не Сталин рабочими не были. И это необходимое противоречие, истекающее из условий, опять же, разделения труда, о котором мы говорили на первом числу, и которое, к сожалению, обойти невозможно. Но его можно преодолевать. Как его можно преодолевать? Вот как мы говорили, уменьшением рабочего времени и все более широким участием рабочих в управлении производством и в управлении государственными делами. А также через систему советов. Ну вот мы говорили о том, что в системе советов легко отозвать депутата, потому что это решается непосредственно на заводе и так далее. А все-таки здесь не так все просто. И мы видим, что в профсоюзах, скажем, сейчас, где вроде бы в парне тоже рабочее управление, и теоретически можно в любой момент, бригада может собраться, и одна бригада решила, другая бригада, цехком решила, и может в любой момент вроде бы слететь профсоюзный лидер, запятнавший себя с должности. Но мы видим, что это делается очень сложно. И профсоюзы, даже рабочие, я не беру ФНПРовские, они нередко напоминают собой офис, где есть председатель правкома, биг босс, который решает финансовые вопросы, без него ничего не решается, и который, в общем-то, орлиным взором вокруг себя поглядывает, и если кто там что-то пошел отсюда. А он распределяет определенные средства своим заместителям, потом председатели цехкомов, кстати, часто имеют тоже какое-то вознаграждение за свой труд профсоюзный, но у него в руках определенные средства, и ты тут особенно не попробуй порыпаться. Я же не говорю о том, что в порту, скажем, был такой случай, что председатель правкома, председатель портового комитета, переизбранный, смещенный из должности, он обратился в суд, потому что переизбрать меня, конечно, могли, но для того, чтобы я перестал деньги получать, как освобожденный профсоюзный работник, меня же надо уволить. А уволить, извините, тут кзот. Как это вы меня уволите? Так, ни с того, ни с сего. Кто-то там прогрессовали какие-то, и меня уволит? Нет, а где-то не пойдет. Поэтому, извольте-ка мне за вынужденный прогул, а зарплата там у него была очень интересная. Там зарплата средняя докера, механизатора, немаленькая, но еще, как выяснилось, умножена на некий коэффициент. Вот, то есть зарплата интересная. И плюс еще он попросил миллион морального ущерба с тех, кто в трюме. Ну, там, так сказать, этот вопрос решили в суде с помощью того же Михаила Васильевича Попова, который там был и выступал. И ему, так сказать, не удалось это сделать. Но, тем не менее, это вот такие вещи. Это показывают, как тяжело. А для этого же надо было, чтобы еще прогрессовали люди против. Это тоже непросто все было организовать. Это, так сказать, непросто. Непростые задачи. И, конечно же, это так можно говорить, что вот, легкость отзыва депутата в любое время. Попробуй, отзови. Он, так сказать, депутат, он там сидит на деньгах определенных. У него тут есть тут-тут-тут друзья, тут у него знакомые. Тут он кому-то помог, тут он кому-то что-то хорошее сделал. А полагается, среди же людей человеческие отношения должны же быть. Если тебе что-то хорошее сделали, значит, и ты должен что-то хорошее сделать. Ну, а как? Вот, и тут, так сказать, это все попробуй и прободай. Выход здесь в обучении рабочих и в снижении рабочего времени. И только тогда вот диктатура пролетариата будет перешагнута, и перейдем в бескрасовое общество, где не будет нужды в специальных людях вооруженных, и где вопросы будут решаться. Ну, конечно, будут конфликты, будут несправедливости, будут всякие трагедии, и черти рысого будет. Но это будет уже на таком уровне, что сейчас нам покажется, что это, ну, полный коммунизм. Это несопоставимо. Значит, и что вот все-таки по диктатуре? Значит, Каутский противопоставляет всюду диктатуру и демократию. Это вот опять же к вопросу об изучении Гегеля науку логики. Ленин начал изучать Гегеля, студировать в достаточно уже позднем возрасте, в 2014 году. Ну, я думаю, если бы он не изучал Гегеля, то у него бы вот многие вопросы, конечно, ему дались бы гораздо тяжелее при всей силе ленинского интеллекта. Это и вопрос с Брестским миром, который, конечно, тут по лезвию бытвы надо было пройти. Сложнейший вопрос. И вопрос с диктатурой пролетариата, тоже упразднение учредительного собрания, тоже развитие советов. Это сложнейшие были вопросы. Это и вопрос к переходу к НЭПу. Ну, вот, скажем, для человека, так сказать, изучавшего диалектику и в марксизм погрузившегося, вообще говоря, противопоставление диктатуры и демократии, оно выглядит совершенно вульгарно. Почему? Потому что диктатура – это вразь, что у нас вразь, не ограничена никакими законами. Какими законами ограничивает себя государство в целом? Никакими. Оно эти законы генерирует. Можно говорить, что там ограничен в чем-то конкретно президент, конкретно председатель правительства, конкретно там депутат Думы, конкретно судья, конкретно милиционер там или полицейский. Но это вот они конкретно ограничены. А в целом государственная машина, она действует в интересах господствующего краса, и она генерирует законы такие, чтобы по ним жир господствующих крас, детства господствующего краса, и подавляет трудящихся. Но формы этой государственной машины могут быть разные. Значит, и каждой общественно-экономической формации, каждому способу производства характерны свои формы. Характерны свои формы. Вот если мы возьмем рабовладельческий строй, мы увидим, что, кстати, Каутский часто употребляет такое словосочетание, как чистая демократия. Ну, чистая демократия – это, в общем-то, ничего, кроме демократии. Это не очень понятно, что это такое. Но вот при рабовладельческом строе была демократия? Была. И можно сказать, что это была чистая демократия. Почему? Потому что эта чистая демократия небыра затушевана красовыми противоречиями. Не случайно эти демократические модели древних Афин, древние Спарты, они изучаются в современных вузах, там так все было продумано, чтобы мнение всех учитывать, чтобы как вот здесь все это прийти к консенсусу, то-се. А почему? А потому что это была чистая демократия, ничего красового на нее не накладывалось. Это была демократия внутри одного класса, внутри класса рабовладельцев. Чтобы рабов и так называемых метеков, ну, метеки – это, ну, как сейчас в Латвии, неграждане. Типа того вот это самое. То есть это не рабы, свободные формально люди, но не пользующиеся никакими правами. Вот. И которые, кстати, вот как вы думаете, какое отношение было между демосом, народом, гражданами, и вот этими негражданами в Афинах, сколько вот этих граждан составляли, какой процент населения? Ну, видимо, меньше, чем неграждан. Ну, меньше. Значит, граждан там было где-то на каком-то периоде, это, конечно, там менялось отношение во времени, но вот был период, когда там этих граждан было 35 тысяч, а неграждан было свыше 400 тысяч. Так что, ну, внутри этих граждан там была вполне такая демократия. Вот. Потом, значит, феодальный способ производства. Его с демократией связывать не принято, но, скажем, вот у нас в России было дваганское собрание. Это разве не форма демократии? И даже в войсковых частях и в русских экипажах была кают-компания, где, в общем-то, ну, конечно, там молодой мичман там и заслуженный адмирар, конечно, была между ними разница, но вообще, говоря, все друг другу очень почтительно обращались, обращались и на советах на военных, там первому слову давали самому молоденькому мичему, но только последним там уже высказывался, так сказать, высший военачальник. Все было в парне, так сказать, чистая демократия, такая вот, сильно красовая, то есть тут красовая настолько, что это уже, ну, внутри-то она бескрасовая. Вот. А на другом полюсе мы видим другое. Мы видим крестьян, которые также решали свои вопросы, и надо сказать, что вот именно вот эта закваска общинная и склонность решать вопросы коллективно, они вот привели к созданию, способствовали к созданию системы советов, и они вот именно дали вот ту сиру, которая сделала Россию с рабом звеном в цепи империалистических государств и позволила совершить революцию. То есть крестьяне тоже решали, то есть вроде бы феодализм, это и демократия, и не сопоставимые вещи, но тем не менее вот люди решали с той стороны, люди решали с этой стороны, в том числе как лучше на помещика работать, кому там, кого отдать в садаты, там и так далее, но вот тем не менее была привычка решать самостоятельно. И вот, кстати, у дореволюционных рабочих была очень, ну не только рабочих, была очень высокая культура общения с денежными средствами. Были и профсоюзные кассы, тогда, если их не через бухгартерию взносы в профсоюз перечисляли, были всякие страховые кассы, кассы взаимопомощи, потребительские общества, и там был казначей, уважаемый человек, значит, он отчитывался, ну и там, так сказать, нравы-то были простые, там могли и голову отвернуть, если ты что-то мухлюешь с общественными делами. Но тем не менее вот это была культура обращения с деньгами, культура контроля расхода денежных средств, чего сейчас в современных профсоюзах практически отсутствует. Хотя был прецедент, вот у докеров, например, там был такой первый председатель профсоюза докеров, профсоюз докеров вообще составляли два человека, один коммунист Федотов и демократ, как-то называли Васильев. Ну вот этот Васильев стар председателем, ну и как порагается всякому демократу, он, так сказать, конечно, не мог тут, ну тут вот невозможно удержаться, я даже не знаю, как его за это осуждать, но он куда-то миллион там вроде куда-то держся, был такой председатель ревизионной комиссии, Черновский, он выступил в 98-м году, и, в общем-то, его выступление сделало невозможным, бракопрофсоюз был бодрый тогда еще, хороший, сделало невозможным дальнейшее пребывание этого Васильева на посту председателя РПД. Но это скорее исключение из правил, я, вот откровенно говоря, больше не знаю, чтобы где-нибудь, кого-нибудь из председателей правкомов за манипулирование с деньгами вытурили. Более того, на Невинномыском азоте, на комбинате, там был такой, в профсоюзе защита, на жука похожий, забыл фамилию. Ну, такой вот, как жук, такой почерявенький, гроза черненькие такие, это са, в кожаной куртке еще черный ходит. Вот, и, значит, выяснил народ, что он кроме своей... А, грач вроде, о! Вот, вроде он, кроме своей, так сказать, того, что ему профсоюз платил за освобожденную должность, зарплату, он еще имеет от администрации предприятий 30 тысяч в месяц. А для Невинномыска начало там нулевых годов это была сумма очень большая. Ну, его вызвали на ковер, так, так, держи ответ, он начал возмущаться. А какой-то вообще ваша дева, кто мне сколько платит? Я не из профсоюзных денег это беру. Вон, председатель ФНПРовского профсоюза 100 тысяч платит каждый месяц, и все морчат. А мне-то какие-то 30 тысяч, и шум поднялся. Так что, ну, его, тем не менее, он как-то вроде сам ушел, или его убрали, уже не помню. Ну, там всего профсоюз этот загнил, развалился. Это вот большой вопрос, который, в общем-то, надо иметь в виду. Так вот, демократия, конечно, когда говорят демократия и диктатура, то, конечно, говорят демократия для какого класса? И диктатура для какого класса? Имея в виду, что всякое государство это диктатура правящего класса, но формы она может иметь разные. И вот через это на этой диалектике то ли сознательно, то ли неосознанно, а во многом, я думаю, что и неосознанно, он, так сказать, человек был неглубокий, каутский, он споткнулся, и здесь для него было совершенно непонятно, как так можно, вот выборы были, учредительное собрание, там победили эсеры на этих выборах, большинство России прогрессовало за эсеров, но было бы странно, если бы крестьяне прогрессовали как-то сильно иначе. А как же так? Вот эсеры должны быть у власти, это демократично, демократично, но эсеры, вот, большевики спихнули этих эсеров, эсеры начали гражданскую войну, и все правительства, кстати, были, правительство юга России, Деникинская была, эсера меньшевистская, Корчак тоже с первоначалу там камучбок, потом он, правда, этот, перестреляр, но с первоначалу тоже там была эсеровская, по крайней мере, этот, Берачеховский-то мятеж, он точно был эсероменьшевистским, а в Берачехе-то они там поднялись под этими розунгами, под эсерами меньшевистскими, откуда пошла гражданская война с Сибири. Вот, и вот эсеры, они проиграли гражданскую войну, и, значит, большевики, сиры их выперли. Ну и Ленин, значит, по этому поводу написал работу, выбирая учредительное собрание диктатуры пролетариата, где писал, что да, крестьяне выступили за эсеров. И, в общем-то, они большевиков не очень хорошо приняли. Ленин, когда он выступил на крестьянском съезде, его там плохо слушали, не очень хорошо. Вот, ну а потом началась гражданская война, которая, как известно, представляет из себя самый демократический референдум, когда каждому дается возможность взять в руки винтовку и, так сказать, свои взгляды отстаивать. И значительная часть России, большая, значительно большая часть России оказалась под пятой у всякого рода белых правительств. И после этого крестьяне взяли в руки винтовки, а не избирательные бюллетени в учредительное собрание и начали активно грасовать за большевиков. Так что, поэтому, в общем-то, этот вопрос, чьи интересы представляли большевики, и, как, кстати, Ленин писал, что хороша была та партия, имея в виду эсеров, которую надо было остранить вооруженной сирой от власти для того, чтобы притворить в жизнь ее же программу. То есть, большевики же не свою программу притворили в жизнь земельную. У большевиков была задача национализации земли. А здесь они, ну, они, конечно, не в частную собственность крестьянам отдали, это была государственная земля, но они вот по числу едоков крестьянам бессрочное, бесплатное пользование раздали землю, и понятно было совершенно, что этим самым в деревне запустился что на полную катушку? Капитализм. То есть, вот это, и с этим капитализмом в конце 20-х годов пришлось бороться. И этот вопрос, этот исход этой борьбы был с самого начала не ясен. Это вот, что касается демократии и диктатуры. И вообще говоря, совершенно понятно, что демократия как форма правления, она служит формой прикрытия диктатуры буржуазии, и, в общем-то, даже выборы эти при буржуазном строе, ну, они чем-то напоминают игру в шахматы. Вот представьте себе, вот вы вечером там часов в 11-12, там вечера ездите в электричке поздно, в пустом вагоне, к вам ребята такие подсели, здоровые физические, говорят, слушай, мужик, давай в шахматы на деньги сыграем. Вот, ну, видите, делать нечего, начали играть, значит, и вот они все у вас выигрывают, они хорошо играют, черт, и вы никак у них выиграть не можете, они у вас деньги тянут, тянут, тянут. Вот, потом, значит, вы наровчились, как-то начали у них выигрывать. Раз там выиграли, два выиграли, видите, так лица помрачнели. Ну, и чем, если вы начнете все время выигрывать, чем этот шахматный турнир кончится, я думаю, совершенно понятно. Вот у Лондона, у Джека, была такая книга, ее, мало кто знает, «Железная пята». Читал кто-нибудь? Слышали о ней? Читали. Вот, вот он там, там интерес представляют дискуссии социалистов в начале самом. И там, в общем-то, показано, Джек Лондон сам был социалистом, и в начале века в Соединенных Штатах была ситуация, когда социалисты достаточно быстро и уверенно наращивали свои сиры в ходе выборов. И, в общем-то, так, если, что называется, линейку проигрожить и проэкстрополировать, получается, где-то годы в 28-32-му их уже будет большинство. Но Лондон не стал этим упиваться. Он там, вот эта книга «Железная пята», что вот социалисты побеждали, побеждали, побеждали на выборах, когда они стали совсем побеждать, их хруп, была гражданская война, и на 300 лет установилась вот эта «Железная пята», ну, некая, так сказать, как Лондон там пытался нафантазировать, типа фашизма. Вот так вот. То есть, ну, и надо сказать, что в 20-30-х годах в Америке никто не удивлялся такой фразе «Американизм 20-го века – это коммунизм». Так что вот так. Не всегда, так сказать, Америка была таким уж оплотом антикоммунизма. Хотя Маяковский, бывший в те же годы в Америке, он подметил, что вот это буржуазное, вот все то, о чем писали Макс и Энгельс в «Капитале», оно в «Американцах» сидит настолько глубоко, что, конечно, Европа тут не сравнится, и, возможно, придется писать роман «Борьба двух святов». Типа какой-то там писал «Борьба двух миров». Значит, в Америке это наиболее реакционное, в этом смысле наиболее буржуазное государство, где буржуазная идеология наиболее глубоко проникла в толщу народа, и где в этом смысле наиболее… Так вот. Вот. То есть, ну, нам здесь что еще надо сказать? Что следует, конечно, различать формы. Формы имеют значение. Буржуазная демократия и открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитана. Это фашизм. И, конечно, здесь надо прямо понять, что когда мы боремся с фашизмом, то здесь не грехов союзники взять и империалистов, как это делал Сталин. И, в общем-то, здесь вот упрекают, что вот мы на Донбасс полезли, что вот там в Сирию полезли, там и Гира, она чуть ли не социалистическими розунгами выступает. Но здесь надо сказать, что, в общем-то, антикапов различных, антикапиталистов, очень много. Еще Маркс в Коммунистическом манифесте, как мы помним, они там насчитали пять социализмов, из них три реакционных, один так-сяк умеренный социализм, что-то типа шведской модели современной, и только один социализм у них был прогрессивный, да и тот утопический. Вот, а по сути дела, истинный социализм научный, это вот марксизм, ленинизм. Все остальные антикапы, вся остальная борьба с капитализмом, это отрукавово. И она ведет к фашизму. Ведь и Гитлер, в каком-то смысле, можно сказать, был антикапом, он, в общем-то, у него такое грубокое, в общем-то, было, декорировал он глубокое такое недоверие к этим банкирам, особенно евреям, и к промышленникам. Но, тем не менее, никто, всем понятно, что Гитлер, он ставленник как раз кругов, наиболее реакционных кругов финансового капитала, и как раз их волю он проводил в жизни. То же самое с нынешней ИГИР, хоть она там чего-то и какие-то там, может быть, и есть поражения разумные, у нас один товарищ там прочитал, это все говорит, ой, там такое, там разумно так. Ну, понятное дело, что это открытая террористическая диктатура все тех же кругов, наиболее реакционных финансового капитала. И когда там режут головы и вгоняют в Средневековье, и там черти что, но это антикап, можно, конечно, какой-то там антикап, но это такой антикап, который никому не нужен. И в борьбе с этим антикапом можно, так сказать, с империалистами выступать. Другое дело, что империалисты чего-то не очень-то там выступают. Конгресс США отказался поздравить Асада со взятием Пальмиры. Там не очень-то они против этого выступают. И, конечно, тут определенная распасовочка была. Мы против, конечно, но вот не мешаем, так сказать, делать этим ребятам грязную работу. Это что касается фашизма. Так, а все-таки вот по Каутскому, ну тут Ленин, в общем-то, он подробно там эти вопросы объясняет, как соотносится диктатура и демократия, и что всякое государство это и есть диктатура правящего краса. То есть те вопросы, которые благодаря Ленину сейчас уже всем, кто хоть мало-мальски интересуется марксизм, ленинизм, они понятны. А тогда вот это было в новинку. Это действительно были всякие мысли о чистой демократии. Вот чего стоит даже одна идея собрать, насобирать, так сказать, людей, выбрать лучших людей земли русской. И вот они решат, какой строй будет в России. Ну это бесподобно совершенно. Можно подумать, что такие вопросы решаются на каких-то там собраниях и между собойщиках. Ну вот это главный итог ленинской работы. И я думаю, что здесь должно быть полное понимание, что диктатура это сущность любого государства. Всякое государство есть аппарат насилия и принуждения. И сломано это государство, сломана всякая диктатура будет только лишь при построении полного коммунистического бескрасового общества. А что касается диктатуры, здесь вестись не надо. И здесь надо сказать, что нередко противопоставляют буржуазную демократию и диктатуру пролетариата. Здесь, может быть, в агитационных вещах, особенно диктатурой пролетариата, не надо ищеголять. У нас есть советская власть. Вот советская власть, то, что советская власть демократичнее самого демократичного буржуазного парламента, здесь ни у кого сомнений нет. Это власть большинства над меньшинством. А всякий демократический парламент, это власть меньшинства эксплуататоров над большинством эксплуатируемых. Это вот совершенно четко и однозначно, это практически ни у кого сомнений не вызывает. А когда вот начинается вот эта диктатура, вот там демократия, а у вас диктатура, вот это надо понимать, что противопоставление диктатуры и демократии это вульгаризм. Ну вот, наверное, на этом закончим. Перейдем к вопросам. Коммунистическое самоуправление это одна из форм демократии. Демократия нужна из-за общественного разделения труда. Прямая демократия возможно в малых коллективах, в больших массах людей представительная демократия. Ну это вот реплика. Ну реплика, да. То есть, поэтому вот в общем, да, поэтому вот в общем-то советская власть, она подразумевает не прямые выборы, а ступенчатые. Потому что если прямые выборы, вот скажем, в Верховном Совете там сидят 300 человек, там 4, ну сколько там сейчас, 450 человек в Думе там. Ну где-то сопоставимое должно быть количество. Но это получается уже за каждым миллионы прогрессовавших. Ну и ты попробуй тут отзови, попробуй проконтролируй, попробуй, знаешь, что ты за депутат. А так избираются по предприятиям, избираются в образные советы, образные советы уже делегируют представителей в Совет из своего числа, представители делегируют в Совет Верховный. И его отозвать, вот этого представителя, который запущен в эту систему советской власти, его могут отозвать, во-первых, вот этот совет его может отозвать образной, который его посрал, а могут отозвать эти люди вот на предприятии, которые его избрали в образной совет. И получается, что тогда отозвать легко. Конечно, это разумно. Прямая демократия, там, где речь идет о миллионах, там прямая демократия – это пустышка. Еще одна реплика от этой же Дианы. Отмирать будет не демократия, а государственное принуждение ввиду роста гражданской сознательности и общественного согласия в коммунистическом обществе. Это правильно, это можно так сказать. Тут, конечно, когда писалось заголовок лекции о том, что отмирание демократии, мир ввиду демократия как форма государственного устройства. Еще раз скажу. Ленину когда сказали, что и демократия, там, да, и демократия, там, говорят. Так что поэтому это вот тут демократия как форма государственного устройства. А, конечно, вопросы будут решаться демократично. А как еще? Есть вот вузовская демократия, где там выбирают заведующего кафедрой. Кафедра там решает, там человек достойную диссертацию написал, недостойную и так далее. Ну а как еще? Еще и советы всякие. Они были при феодализме, они есть при капитализме, они будут и при коммунизме, в том числе и при порном. А как еще решать? Вы завершая просто сказали там большинство, меньшинство, то есть диктатура большинства над меньшинством. Кажется, что вообще не нужно просто ввести речь про большинство, меньшинство, потому что даже сейчас мы посмотрим, как бы сейчас по вашим расчетам, рабочего класса, рабочих точнее в России, около 28 миллионов, да, при 140 миллионам населения. То есть они заведомо представляют собой меньшинство и вместе с тем они должны осуществлять власть. Вот поэтому как бы... Совершенно верно. Значит, это здесь точно так же Писар и Каутский. Когда-то соотношение рабочих и крестьян в России было еще более печальным. Писар, как же так вот? Вот, ну тут такое имеется в виду. Здесь не в том смысле, что вот у рабочих одни интересы, а у представителей интеллигенции противопорожные интересы. То, что я тут говорил про интеллигенцию всякие, так сказать, не особенно про гуманитарную, всякие там слова, но отдельно представители гуманитарной интеллигенции могут быть, да, интересы противопорожные. Если там человек привелся на какой-то кафедре, там несет всякую чушь, его надо гнать оттуда, а он там держится, и, конечно, заставить его приносить пользу обществу как-то тяжело. Но в целом, в целом, если мы посмотрим на врачей, на учителей, на инженеров, на тех же преподавателей, добросовестных преподавателей вузов, то мы увидим, что все их надежды, по большому счету, связаны с рабочим классом. Потому что, как показывает практика, буржуазии не нужно ни образование здесь, в России, ни здравоохранение даже здесь, в России, ни производство здесь, в России. Оно, так сказать, в парне хорошо живет даже в условиях доиндустриализации, и деградации общества. У меня тут был разговор с одним деятелем из Смольного, когда уничтожали военно-медицинскую академию несколько лет назад. Ее при Сердюкове пытались вытурить в Горскую, ну, фактически это уничтожить. Вот, я ему говорю, ну, ладно, говорю я-то, например, я вот со своими доходами никогда не попаду в эту военно-медицинскую академию. Но вы-то, говорю, где будете лечиться это самое, в случае чего? Он меня так посмотрел, так пожелал губами. Все приличные люди уже давно лечатся за границей. Так что, поэтому им здесь ничего не нужно абсолютно. И по большому счету, вот, рабочий крас, как стоящий последний в социальной очереди, он выражает интересы всех трудящихся. Какой-то там представитель интеллигенции, который сидит, так сказать, какой руководством, который сидит, паразитирует фактически лишним местом, он его трудящимся назвать вообще нельзя, это уже паразит. А вот что касается трудящейся интеллигенции, добросовестной, то, конечно, она объективно заинтересована в рабочем крае, в диктатуре пролетариата. И вот это вот, и тогда, а тогда сразу же у нас получается, что таковых 90%, а подавляемого, угнетаемого меньшинства будет 10%, которым придется, так сказать, и сразу все. Но другое дело, что она может этого не понимать. Так же, как крестьяне русские, они гроссовали за эсеров в надежде, что эсеры там им дадут землю, и без этих большевистских наворотов, там, про национализацию, коммунизм какой-то там, не надо нам этого. Вот, нам бы земли, и мы тут сами, так сказать, все себе сделаем. Вот, они гроссовали за эсеров, но потом на опыте жизненном они убедились, что лучше большевиков их интересы, христианские, никто не защитит. Точно так же и трудовая интеллигенция. Кроме большевиков, никто ее интересы не защитит. Потому что сейчас, в общем-то, есть, сейчас вот я так про хиксеров наговорю про интеллигенцию, но с другой стороны, вот на Урале, скажем, в КБ, ребята очень торговые, молодые, 20 тысяч за 25 считается приличная зарплата. Людям надо там семьи кормить, они там детишек рожают, и все такое. Ну, в общем-то, как они живут, это старые предприятия оборонные, на которых сейчас, что называется, вся надежда. Ну, как-то, видимо, там надеются, вот Армаз-Анты открывают. То есть сейчас вот наши стратеги, они вляпываются в ту же историю, что американцы надеялись решить вопросы военные высокоточным оружием там 20-25 лет тому назад. Но, как выяснилось, они не Ирак завоевать в 91-м году, не смогли этим высокоточным оружием, ничего они не смогли. Ну, сейчас, конечно, прогресс не стоит на месте, но, видимо, наши стратеги, видимо, считают, что вот войны вести ПНО в таком ключе, что, так сказать, наносить высокоточным оружием там удары, спецназ будет это корректировать, а роль своего рода пушечного мяса там незначительного будут выполнять какие-нибудь там сирийцы. Вот это, видимо, как-то у них, потому что, ну, видимо, похоже, что в ракетной отрасли вот там действительно какие-то туда и деньги идут, там и что-то есть. А, так сказать, во многих оборонных отраслях там достаточно тусклые дера обстоят. И не только в оборонных. Вот, скажем, Строицкий инструментальный завод имени Воскова. Ну, вот, ну, то, что станкостроение наше практически разбомбили за эти 25 лет, это понятно. Но со станками все-таки не такая трагическая ситуация, потому что станки, ну, станок Купир, там хороший современный станок с ЧПУ, Тайвань с нами торгует, как я понимаю, на Тайване очень хорошие станки, он санкции не наложил. Китай торгует, в Китае тоже какие-то там станки. Северная Корея, кстати, делает во всю станки с ЧПУ. Вот, ну, не знаю, как там насчет, но я думаю, там еще похуже, чем в Китае, ну, вот это самое. Но, тем не менее, в принципе, ну, станок что? Станок Купир, станок будет там тебе стоять десятки лет. Это вот в 60-х годах расточной станок в Нижнем Новгороде на Красном Сорме стоит чехосховатского производства. Он там микроны ровит за миру и душу. Но у него нет, конечно, обвязки этой ЧПУшной, но, тем не менее, он... А вот инструмент, жизнь инструмента там от нескольких дней до нескольких минут буквально. Инструмент может очень быстро стачиваться. Сейчас такие материалы, такие скорости резания. И вот Ситровецкий инструментальный завод производил роскошный инструмент. Его характерную эмблему такую знают практически во всем мире. И на всю страну был... На Украине завод инструментальный, забыл уже где. Вот Ситровецкий завод имени Воскова. И в Новосибирске там был своего рода крон этого завода. Он туда, завод Воскова, был вывезен в эвакуацию. И он там, так сказать, оставив после себя завод, вернулся сюда, а там остался завод. Квалифицированнейший персонал. 5 тысяч человек на нем работали, высочайшие квалификации люди. Там еще династии тянутся с Петровских времен. Там есть одна фамилия Ситровецкий, их там Петр Первый еще завез из Тульской губернии в свою бытность. И вот эта фамилия там осталась, там они уже несколько дворов разлились в Ситровецкой, в Тарховке. Они так уже родства особо не помнят, но тем не менее вот остались. Вот. И это, так сказать, этот завод, там сверла для оборонной промышленности в том числе производились. Ну, карасальный завод, очень высокое качество продукции, с равен высочайшим качеством продукции. И он фактически сейчас обнулен. Его продали американцу. Да, он, значит, долго рыпался, еще в 2000 году. Ну, там, правда, уже не 5 тысяч работера, но где-то тысячи 2-3 там еще работера. Они ходили по Ситровецку такие величавые, типа вот рынок все расставил на свои места, вот мы тут востребованы, мы нужны, у нас тут зарплата выше чем, и это самое. Вот. А потом, так сказать, рынок все расставил на свои места. Завод этот продали американцу. Ну, американец, понятное дело. Ну, у меня нет доказательств, что это циверушник, но тем не менее, он этот завод, сначит, методично гноить. И сейчас там сборище арендаторов, а инструментальным производством, ну, тут действительно монополисты, что называется, это уже ло для РЖД, для вагонов там какие-то осень, не осень, ну, не знаю вообще, короче, уникальная там операция, уникальные фрезы нужны для этого. И вот делает этот завод, там 25, где-то около 35 человек работают. Вот там это все, что, все, к чему стянулся Ситровецкий завод. Часть цехов разгромили, обломки, там такие стены, полутораметровые торчины петровские, ими завалили заводской стадион. Там был, кстати, роскошный спорткомплекс у этого завода имени Воскова, там и футбольное поле, и теннисные корты, и волейбольные, и все это. Вот на стадион завалили, там футбольные ворота торчали из этих обломков. Совершенно душераздирающее зрелище. И да, строить там будем, это, жилой массив. А, Петровский арсенар все это будет называться. О, Петровский арсенар. Но, к счастью, что-то с жирным массивом, там тоже что-то у них застоплилось. Так что заводские цеха сейчас стоят обрушены. И мы вот компанию достаточно интенсивно начали в 2013 году. Выпустили, ну, опираясь там на местных товарищей, там и депутатов местного совета, и на работников, инструментальщиков. Была выпущена газета Ситровецкий оружейник. Это правда труда. Можно найти ее у нас на сайте фонда Рабочей Академии. Там есть цирка на газету Правда труда. И там это за 2013 год номер газеты Ситровецкий оружейник. И там, в общем-то, писали это все. Но вот, тем не менее, большие силы подключились. Тот, когда депутаты, которые там нас поддерживали, они уже больше не депутаты. И те ребята, на которых мы рассчитывали там опереться, они тоже как-то так в сторону ушли. И, в общем-то, ну, это даже, а что значит мы опереться? Это, по идее, так сказать, не мы опереться. Ну, и там и началось это брудение такое снизу. Вроде как мы тут могли помочь газетой, могли помочь чем-то организационно, могли помочь чем-то интеллектуально. Но это вообще дело, это их, сестровичан, это дело возрождает. Но как-то вот сестровичане здесь подутихли. И там характерно, там один есть такой активист местный, он почти коммунист, на ленинских конференциях даже выступал. Вот. Мы к нему там в газету нашу видели. Он прямо там, как их рассказывали, это порнография, а не газета. Это такая дрянь, чтобы прямо у него срыв нервный произошел. То есть там, конечно, элита местная, это Дера Воспринера, там прежний директор завода, который как раз в 91-м году был, он КПРФник, там на собрание КПРФ заходит. Вот. Он тоже негативно к этому. То есть как-то вот все вот эта публика, как-то называется, прикормленная, она... А вот кто заинтересован? А рабочие заинтересованы. Сейчас Сестровецк фактически, но оттуда надо в Питер ездить на работу. Там был этот завод градообразующий, как сейчас говорят. А сейчас накуда вот молодому парню, к девушке вот из Сестровецка пойти работать? Сюда, в Питер. Хлебозавод, где 170 человек работает, но и он, так сказать, на раден дышит. Там транспортный цех при этом хлебозаводе, сейчас это отдельная фирма, там где-то человек 50. Ну, крупное предприятие по Сестровецким меркам, 50 автомобилей, там 50 человек тоже на раден дышит. Там автомобили все в храм уходят, 350-400 тысяч газели. Они уже чинят их только тогда, когда не встанут. Встают на кольце в том числе. Вот, там, говорит, едет, у него колесо вот так. Ну, там вкорневая подвеска, она не вывалится. Так что, ну вот. Это развал, деградация. А кто заинтересован? Рабочий класс. И интеллигенция. То есть интеллигенция умная, понимающая, связывающая свои надежды с развитием российского производства, с жизнью в России, она, конечно, должна вот понимать, что точка опоры ее – это рабочий класс. И партия рабочего класса, которой пока в полную силу нет. Так что вот, еще есть у кого есть? Может, известно что-то новое про коммунистов и советы в Донбассе? Вам известно, что? Быр состоялся съезд так называемой рабочей партии Донбасса, РПД. Но это общая беда. Вот, если мы возьмем, там, скажем, события четвертьвековой давности, там, 30 лет тому назад, то мы увидим, что вообще коммунистов в мире было как грязи. КПСС было, 18 миллионов. Потом в Западной Европе тоже, как 1 мая, так густые торпы, там, под красными знаменами. Там и французская коммунистическая партия, где там миллион было, итальянская коммунистическая партия, где там 800 тысяч. И было все это, и много-много было такое бурление. Ну, как я понимаю, здесь наши, немножко там видно, чего-то финансово помогали. Потому что, когда, в общем-то, речь дошла до крайнего, и, как говорится, воду слили из этого, то сухой осадок оказался практически нулевой. Вот сколько у нас партий, где общественные, не партий даже, упаси бог, партий официальных, в нынешнем юридическом смысле этого слова, общественных движений, у кого есть в программе диктатура пролетариата. Это рабочая партия России и РКРП. Ну, еще, может быть, там троцкисты, революционная рабочая партия и так далее, но у них там своеобразие. Вот РКРП, здесь, там мощнейшая говизионистская ворна идет, вот что касается понятия рабочий, и вот даже в лекции Ферберова, здесь была лекция Ферберова, я никак не соберусь досмотреть на вопросы интересные, надо будет там понаписать что-нибудь. Там она по-своему интересует. Как коммунисты придут к государственной власти, ну, или примерно так она выглядит. Там опять, что рабочие, это все, кто продает свой труд. И все, так сказать. И получают здесь интеллигенты, и все. Так что, в таких условиях, конечно, вот эта фраза про диктатуру пролетариата, она дезавуируется. Ну, и надо сказать, что практически, вот на последнем свидании Российского комитета рабочих, ни одного человека, ни одного рабочего от РКРП не было. Я с удивлением узнал из лекции Ферберова, что оказывается в Москве и Московской области 22 предприятия, аж, где действуют речейки РКРП, и где профсоюзная работа кипит, и партийная работа кипит. А вот. Приезжали к нам товарищи из этого завода вагоноремонтного, метростроевского. Ну, они хорошим симпатичные товарищи, но они там ничем особо не порадовали нас с интеллектуальной точки зрения. Вот, то есть, и слилось движение, вот мировое коммунистическое движение, оно куда-то подевалось. И, конечно, тех из всех, кто называет себя сейчас коммунистами, конечно же, коммунистами, то есть, людьми, которые соединяют научный социализм с рабочим движением, их назвать, в общем-то, нельзя. Даже в Греции, где многотысячные толпы ходят по улицам под красными знаменами, надо сказать, и я, когда это видел, фильмы про это, мне так сердце радовалось, ну, это как-то все, как вода в песок уходит, и никакого продвижения там нет. Учиться там люди не хотят, кордоговорами заниматься не хотят, а неграмотные люди, они походят по улицам с красными знаменами, потом перестанут ходить, им надоест, устанут, пойдут домой чай пить. И никакого закрепления, там вот этого бурления определенного, которое было несколько лет назад, и сейчас оно есть. Виктор Аркадьевича спрашивал на лекциях, Виктор Аркадьевич, такой вот, с чего добилось-то вот это движение, мне Иван Михайлович, вот есть бюллетени, они вот там, бюллетени эти, почитайте, они у нас, мы их публикуем, но где их публикуют, я так попробовал потыркаться, не старо искать, я думаю, если бы что-то было, то Виктор Аркадьевич сказал бы так. То есть это все уходит, как вода в песок. И Донбасс здесь не исключение. Вот, если мы, может, кто смотрел, на Красном ТВ есть запись годовой давности, там мы беседуем с представителем луганских коммунистов, Александром Бебешко, очень симпатичный, кстати, товарищ, искренний такой советский. Мы с ним обсуждаем проблему создания советов на Донбассе. Вот. Но там, конечно, свои тараканы в создании советов. У нас-то сейчас это просто невозможно. Ну, а там, в общем-то, ну, как-то, как-то машина подавления сломана. И там, конечно, свои имеются варианты с подавлением. Но они, по крайней мере, на тот момент, да во многом и сейчас, они еще, они ближе так к Махновщине. То есть, если, как говорится, тебя там на Украине 18-го года там зарезали, это не от того, что там диктатура, а от того, что от Махновщина. Зарезать или на подвар посадить могут не потому, что диктатура такая суровая, потому что там банды ходят. Анархия. Кстати, анархия и тоже тут может такое быть. Вот. И там, так сказать, особенно местные люди, пользующиеся авторитетом. И, конечно, так сказать, надо думать, как организовать людей на почве возрождения производства и как по производственному организовываться и выбирать людей в областные органы власти. И был даже нами проект Конституции Новороссии разработан, проект закона о выборах. Но мы так поговорили с интересом, так обсудили, там вроде бы это выражено. Ну, так, в общем-то, какого-то сухого осадка от этого не осталось. Товарищ Бебешко в более поздней своем выступлении, уже где-то полгода тому назад, он сетовал на то, что вот выборы, никак вообще, Путин слир, никак выборы не объявят. Вот эти выборы объявлены. Ну, тут, конечно, у коммунистов были бы определенные шансы, потому что там такое... Вообще, там народ просоветский, там более просоветский народ, конечно, во многом более, чем в Ленинграде, там, в Москве сейчас. И еще вот это, борьба с фашизмом, там всюду советская символика, и всюду, так сказать, это, так сказать, тренд. Причем, что интересно, мне удивило местная молодежь. Вот, скажем, пионерский значок там, это, ну, для меня это, он ассоциируется с детством. А они там себе на фуражке цепляли, то есть для них там это, там вот Ленин нарисован, и тут еще и огонь, там это типа круто, и звезда, и все вместе. Это у них с детством не ассоциируется, в отличие от меня, а это вот для них в парне так вот и просили очень присрать это самое, что-нибудь вот такое вот, значки, вот какие-то эти кокарды советские с красными звездами. Вот, это вот, там вот это, что называется, там это, как сейчас говорят, тренд, это, ну, мода там сейчас такая на все советское, и тут коммунисты, конечно, рассчитывают в этой обстановке как-то там пройти на выборах. Но с другой стороны, Плотницкий, там, Захаров, они это тоже понимают, они выборы не торопятся объявлять, и Путин их почему-то не торопит, так что там вот такое все вот. И, к сожалению, вот людей, была вот съезд, такой рабочей партии Донбасса, но как-то эта партия, так сказать, куда-то ушла, чем-то она, чтобы она чем-то конкретно занималась. А путь, конечно, там сейчас в Донбассе, прямая дорога, это возрождение производства, мозговой, кстати, думал, о возрождении Чернухинской птицефабрики. У него один из последних роликов, где он там среди цыплят, на этой птицефабрике тусуется. И это, в общем-то, путь, конечно, возрождения производства, создания советов и явочным порядком, тем более там сейчас, в общем-то, ну там врасти нету, вот мы от ДКО пришли там к инженеру, это самое, вот помоги нам там нарадить канализацию, через нас там канализация на весь поселок идет, вот он пошел там на радер, вот потом там я ему отвозил этот пакет там, это в благодарность, мы ему там собрали, денег-то у нас никто, а это, еду там собрали какую-то там, сгущенку, тушенку, то все, вот это самое, ну а как, вот так как-то вот осуществляют, там комендатура, комиссаровки, ну а советы, конечно, надо, то есть, ну а как еще, а другого там, ну ничего не придумаешь. Ну коммунисты на это не клюют, я тут вот одного товарища из рабочей партии Украины, там он прислал мне сообщение ВКонтакте, прислал свое выступление, там у них было какое-то заседание, вот, он там много правильного всего наговорил, хорошо, так умно подготовлено, но я ему говорю, что вот, так сказать, тут нету сущности, что делать-то, непонятно, вот у нас же выступление, где все правильно рассказано, там про то, что такое рабочий крас, там и так далее, ну а что делать-то, непонятно, вот советы надо, вот будет тут конференция, там в каком-то кировоградском университете, будет конференция, какой быть власти на Украине, или что-то такое, вот я говорю, возьмите проект Конституции Новороссии, у нас есть на украинском языке, вывешен на сайте, замените там слово Новороссия на слово Украина, и с этим проектом езжайте на эту конференцию, и, так сказать, там выступите, ну или кто-нибудь может, там может, есть товарищи, кто-то там попробует выступить, ну как-то эту идею надо внедрять, он после этого прекратил со мной общение ВКонтакте, я ему не могу даже сообщение послать, вот это самое, ну вот, коммунисты, так что, как говорится, как в писании сказано, жатва скоро, жнецов мара, можно спросить, а вот китайские коммунисты, учитывая печальный опыт разложения советской власти в СССР, так могут они задачиться развитием, созданием, вот, действительно, более надежной опоры для власти рабочих? Значит, все эти вещи решаются, в первую очередь, на умственном уровне, на уровне логики. У нас были китайские, ну как сказать, научные коммунисты, ученые-обществоведы из Китая, вот, на Михаила Васильевича, я с ними не встречался, на Михаила Васильевича они произвели крайне удручающее впечатление, то есть, это ничем не лучше, чем вот эти всякие Абахкины, и тому подобное, вот, начало, вот эти перестроечные, ничем не лучше. И в Китае меня несколько настораживает эта любовь к смертным казням проворовавшихся чиновников. У нас в 30-е годы такое не практиковалось. У нас люди шли в региа, сейчас они там визжат, что они жертвы репрессии, но, тем не менее, и зачастую небольшие сроки-то получали. Вообще, в Советском Союзе в 29-м году было 100 тысяч заключенных на весь Советский Союз. Вот. Они, так сказать, и нет такой нужды, вообще говоря, их стрелять всех этих. Здесь гораздо важнее получить от него информацию. Это же, как правило, когда берут кого-то, это, что называется, щупальца, спрута, потому что там все это связано, завязано, то-се, какие-то кто-то с кем-то говорит. И важно здесь выкорчевывать все это. И когда, так сказать, сама верхушка государства, она не гнирая, то она, вот Сталин, скажем, он был не гнилой, поэтому при нем вот это все людей, так сказать, допрашивали. Если ты не хочешь сотрудничать со следствием, тебя куда-то там подальше, если ты полностью там сотрудничаешь со следствием, ты там отсиживаешь там два года в шоколаде и, так сказать, идешь на свободу. А когда расстреливают так вот сразу, вот был такой адвокат, были такие адвокаты московские, Травинский и еще один товарищ, но это еще лет 20 тому назад, когда профсоюз защиты еще первый только был. Они вот там хорошо известны были, сейчас их уже нет в живых. Вот вот товарищ, не помню, как фамилия, вроде Иванов, он рассказывал, что он был прокурором в 80-м году, где-то работал в Московской области. И он говорит, задержали машину с лимонной кислотой, едущей на юг ворованные документы, все нормально, но ворованное, все поддельное. Вот. И он, значит, такой счастливый говорит, я на стоях, чтобы их расстреляли. И приговор был приведен в исполнение, что-то там через, достаточно быстро. Говорит, ну нахрена их бы расстреливать? Ну раз ехала машина на юг, значит, на юге где-то стоит лимонадная фабрика церая. Значит, на этой лимонадной фабрике делается лимонад, разливается по бутыркам, отдыхающие его покупают, не подозревая, что деньги за этот лимонад идут не государству в карман, а какому-то там теневику. Но это все надо было узнать, кто крышует, кто из ментов крышует, кто из партийцев крышует. По уму-то так же надо было. А вот это расстреляли, вот и все. Вот. То же самое вот при Хрущеве, там каких-то миллионеров, там у него что-то 35 костюмов, что ли, было найдено. Что-то было такое. Вот. То же самое, их быстренько расстреляли, но понятная идея, что не один же он это самое. Знаете, вот, когда вот так стреляют направо и налево, это первый признак, что свидетели убирают. Это, конечно, говорит о том, что пока еще народ требует, но там все-таки диктатуру пролетариата пока они не вычеркнули, и КПК из своей программы, из Конституции она вроде как не вычеркнута. И рабочий крас там определенный вес имеет, но вот рабочему красу кидают вот эту кость, что-то растрелы, растрелы, растрелы. А, конечно, там, видимо, загнив есть, достаточно, касающийся достаточно, извиняюсь за такой, глубоких верхов достаточно, если можно так выразиться. Субтитры создавал DimaTorzok